Ярко стой, мой отец наш, Вечным светом озарит. Нам же он огонь пребрежни, Для он правды получил. Когда светит свет ваш людям, Что плывущим на рунах, Из небожьей уставы Он отправил в небе. В ночь греха, жестокий волны, Буря стонет и ремен, Напряжен на полных суток, Свет на сберегу божьет. Когда светит свет ваш людям, Что плывущим на рунах, Из небожьей уставы Он направил в небе. Нам равняй светильник, брат Бог, Нет у них души плавец, На скалу волной големы, Встретит и великий конец. Когда светит свет ваш людям, Что плывущим на рунах, Из небожьей уставы Он направил в небе. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Специальные песни. Чувствую пастырское сердце в этой песне. Слезы пастыр. Или пастыр сердца. Может мы вместе еще раз поем? Давай. Давай. Потому что они слишком хороши. Сейчас мы другого, да? Мы остались. Сначала все уже мы остались. Все разные обиды, злост. Поэтому я тебя люблю нашла. Аминь. Так, спасибо. Боже. Боже. Еще раз. Поздравляем. Поздравляем. Победу. Победу. Поздравляем. Давайте прочтем. Продолжение следует... Начнем. Семьи, думы, как раз, Благодаря Богу, Существа и прерывающих Одессу свою, Чтобы не ходить ему в таки, Чтобы не видеться в таком виде. Господи, благодаря тебя За то, что ты, Дающий нам Твое Слово. Господи, мы сейчас живем В последние дни. Господи, мы видим Твою Язву, Господи, Мы видим Сух Твою. Господи, сейчас дай нам Пасторское сердце, Чтобы мы вот одного человека могли вытащить. Вот тут Ти погибли, Господи. Господи, Ти используй нас, Господи, Для спасения Бога. Потому что сейчас действительно Последние дни. И дай нам, Господи, Познать, что нам надо делать В последние дни. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Воскресенье в антрепке Пишется о великом Божьем суде. Из последней язвы. Самой страшной язвы. И Господь сегодня говорит Причина нам о том, Что каждый из нас должен делать Во время Великого Шума. То есть сейчас, что мы должны делать? Когда я еще маленький младенцем, Молодый младенцем, Мой пастырь, Мой главный пастырь, Тренировал пастырь, Которые еще были студентами. Чтобы они всегда были одеты Белые рубашки и красные гастры. В Корее летом страшно жарится. Очень-очень жарится. Они сначала майку, Потом туда рубашку белую И красные гастры. А я не знаю, почему так. Ходил постоянно. Оказывается, пастырь дал ему такой тренинг. Увидев это, я тоже выбросил тапочки. И одевался аккуратно. Аккуратно. И служил Богу. Но это может показаться как закон. Но я до сих пор тренирую себя через одежду. И обновляюсь в своем призывании. И сегодняшний отрывок Иисус говорит нам, Что блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою. И храним ли мы свою одежду. В первой части. Песнь Моисея и песня Аблина. Пятнадцатая глава. Прочитаем вместе стих. Первый стих пятнадцатый глава. Начнем. И увидел я иное знамение на небе, и переверяю эти чудные, всем ангелам, имеющим в себе последний раз, которые не отначили вас, старость Божьей. Иоанн увидел наконец иное знамение на небе, великая чудность. Это значит, эти язвы, иное, это значит, отличаются, отличаются от предыдущих. Это что-то особое. И великая чудность. Потому что это последний язв. Здесь описано, как семь язв. Семь язв. Но эти семь язв придуманы вместе, как один комплект. И написано, первый ангел, второй ангел, третий ангел, четвертый ангел. Но вы не думайте, что это со временем, по очереди, как расписание поездов. Это не так. Но здесь первая, вторая, вот очереди не важны. и они вместе от их комплекта. И этими язвами заканчивается ярость Бога. Воззагонечный стих 2. Бог вдруг показывал Иоанну совершенно другую картину. Начал показывать иной великое язву из семи ангелов, имеющихся в ней последнюю язву. И потом, в втором стихе, вдруг совершенно круг картин. Он видит, как бы, стеклянное море, смешанное с огнем. И поведевшие зверя и образы его, и начертания его, и число имени его, стоя на этом стеклянном море, бережа густую божьи. Хотя Римская империя заставила их поклониться зверю, они не приняли начертания зверя и жили только веру. И за это они терпели очень большую ущербу и очень большую боль. Но когда они жили верою на земле и служили Иисусу и Его адресам, они выглядели как проигравшие. Потому что все другие хорошо жили спокойно, но они терпели такую ущербу. и они никакого права не имели всегда терпели. Поэтому когда они жили на земле они выглядели как проигрыши. верующие. Однако, смотрите сейчас на них, они были победителями, они сейчас стоят как победители перед Богом. Аллилуйя! Они победили мир и прошли стеклянное море, смешанное с огнем, суд которого святость и суд Бога. Они одним голосом поют песни Моисея, раба Божия, и песни Агнца и Играя на гуслях Божьих. Они где на стеклянном море на гуслях поют песни Победы. Песни Моисея славит Бога всемогущего, который для своего народа открыл дорогу через Красное море. Среди Красного моря Бог открыл дорогу для своего народа. И для эгипетского войска, для эгипетского войска, Бог напаял водой. Много напаял и похоронил их в море. Это такая песня. Песни Агнца славит Иисуса, который пораживает голову сатаны своим воскресеньем из мертвых. Они, увидев 7 ангелов, имеющих 7 час язв, начали петь песни, говоря, «Велики и чудные дела Твои, Господи Божий Вседрежительный, праведный истинный путь Твои, Царь Святый. Кто не убоится от Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты единственный святый, все народы придут и поклонятся перед Тобой, ибо открылась сон Твоим». Почему Бог показывает славный вид победителя перед Великим Судом? Это говорит о том, что верующие уже выбрали войну. Вот сейчас война – это выигранная война. То есть язвы не могут тронуться спасенных кровью Агнца. Аминь. Людей интересуют язвы. Когда мы читаем все язвы, мы все думаем, ой, какой страшный язв. Да, слово «Откровение», книга «Откровение» тоже пишут много о язве. Но «Откровение» фокусирует на победу в Зеркви. Аминь. Нас интересуют язвы, потому что для нас Бог дал уже победу. Аминь. «Откровение» в Зеркви. 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 «Если датчик падает, остается то, что было в них. Но чаще, выгляните такое, чаще, круглый, внутри такой круглый, невесокий, низкий, круглый и широкий. Поэтому из нее выливается все, полностью выливается, без остатков. Язвы, чаш показывают, что гнев Бога и Его суть полностью используются. То есть сейчас язва чащит, что там все ярости и гнев Бога полностью выливаются на землю. Вы загадите на стих 8. «Наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Бога. И никто не мог войти в храм, доколе не окончили семь ядев семи ангелов». То есть никто не может вмещать суть Бога, док Бога, потому что Он творец. Все, что мир может делать, это поклониться перед святым Богом и все. Второй части семь язва чащит. Так начался суд. Иоанн услышал из храма громкий голос, говорящий семьи ангелов. «Идите и влейте семь чашек гнева Божия на землю». Пошел первый ангел, и вылейте семь чашек гнева Божия на землю. И сделались жестокие и отвратительные гневные раны на людях, имеющие начертание зверя и поклоняющиеся образу Его. Поэтому, когда у нас приходит грипп, если 10-простых детей кашляет, школа уже закрывается. Но это не такой уровень. Жестокие и отвратительные гневные раны сделались на всех людей. Божия – это страшная эпидемия. Это хуже, чем смерти. Однако, только имеющие начертание зверя и поклоняющиеся образы Его, болели этой болезнью. Бог защищает своих детей и избавляет их от страшных язв. Аминь. Бог всемогущий, поэтому Бог может это делать. Бог точно знает, кто имеет веру. Поэтому, только имеющие начертание зверя и поклоняющиеся образу Его, только они болели этой болезнью. И в основном, и остальных сил спасенных они были тем. Второй ангел винил чаще с моим в море, и сделалось кровью, как у мертвеца. И все одушевленные умерли в море. Во время язвы труб и трубы, море сделалось кровью, и одна третья часть морских творений умерла. Ну теперь, все одушевленные умерли в море. Море, наконец, умерло. Все, для человечества нет моря еще. И все, умерла Иисус. Третья ангел винил чаще свою в реки и источники вод. И сделалось кровью. Во время язвы труба, третьей части вод стало горько, и люди не могли пить. Но сейчас вся вода на земле сделалась кровью. Вода есть основа жизни. Без воды ни одна жизнь не может существовать. Никто и не хотят пить кровь. Но людям пришлось пить кровь, потому что не было воды нигде. Тогда ангел вот говорил, праведен ты, Господи, которые есть и были святы. Потому что так судили за то, что они правили крови святых и пророков. Ты дали им пить кровь. Они достойны того. Это был ответ на молитвы святых. В Откровении 10-6 мы слышали их молитвы. И возобили они громким голосом, говоря, «Да холи, владыка святый истинный, не судящий и не мстящий, живущий на земле за кровью нашей». Они молились, их молитва уже важна. И Бог ответил их молитве. «Посмотрите на стих 7». «И от того жертвенника тоже отвечает ей, «Господи Божий, Седридитель, истинный и праведный суды Твои». Четвертый ангел был чаш своей на солнце. Чашу налит и давно было ему жить людей огнем. То есть солнце сжигает людей огнем. И мы говорим главам этого времени. На самом деле это страшно, но это в полтора или два градуса выше нормы. Но в последнюю язву солнце сжигает людей огнем. В аду тоже сжигает людей огнем и землю. Вечером. Вечером. Это начало учения Адом. Они уже начали, люди уже начали испытывать Ад. Но какой была реакция людей? Они курили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать имя славы. Они знали, что эти язвы пришли от Бога. Потому что там написано имя Бога, имеющего власть над всеми язвами. Они прекрасно знали, что эти язвы все от Бога. Тогда они должны были покаяться от своих грехов и воздать славу Богу Творцу. Но они фулили имя Бога. Они отросточили сердце, и когда Бог дал еще сильнее язвы, они сильнее шли туда, на пути гибели. Когда они больше получили, быстрее туда, сильнее туда. Пути гибели. Они знали, что это пути гибели, и все равно туда. Есть такие люди, которые не знают покаяния. Они не знают покаяния. Поэтому, когда Бог дает удар, идет туда больше. Пятый ангел вели чащу свою прямо на престол зверя, и сделал царство его мрачное. Ад. Мы только что слышали, что Ад – это огонь, цель, да? Но еще Ад – это тьма. У них уже началось лечение Ада. Тьма. Страшная тьма. Эта тьма была так невыносима и ужасна, что они кусали язвы свои от страдания. Мы не знаем, почему тьма – это мучение. На самом деле, мы не понимаем, но это Ад. На самом деле, тьма – это страшное мучение. Представьте себе, нет никакого света нет. И тьма – только тьма. Это мучение морально, это моральное мучение, духовное мучение – это страх такого мучения. Поэтому они кусали язвы свои от страданий. Но смотрите на них. Они фулили Бога Небесного от страданий своих и язвы своих, и не раскаялись в дела своих. Давайте еще раз. Одиннадцатый стих. Начнем. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язвы своих. Хулили Бога, Бога Небесного от страданий своих и язвы свои, и не раскаялись в делах своих. Они говорили, кто ты такой Бог? За что дают мне такую боль? Покаяться? Не смеши. Я никогда не укаюсь. Лучше пойду в Вау. От страданий. От страданий. Эта язва только начало мучение ад. Здесь мы видим, что Бог хотел дать им шанс для покаяния через язву. Слово. И не раскаялись в делах своих. Это слово говорит об этом. Это значит, что Бог хотел дать им шанс для покаяния. Но они просто оставляют щас противостоять Богу. Здесь мы немножечко подумаем о боль и страданиях. Страдания и боль – метод Бога, который делает человека смиренным. Бог, да, привлекает человека к себе, и здесь не имеет значения верующего и неверующего. И верующего тоже, и неверующего тоже. Через страдания. Когда Бог хочет позвать человека, иногда через пастырь Бог вызывает это очень большое счастье. Мы все через пастырь пришли к Богу, да? Слава Богу! Но Бог очень часто использует боль и страдания, чтобы привлекать человека к себе. И ведет его к покаянию. Это верующего и неверующего немецкого человека. Но некоторые больше одесточаются из-за страдания своих, из-за боли. И ненавидят других, и жалуются на Бога, говорят. «Какой Бог? А что Он мне делает? Что Вы мне делали? Что Бог мне дал? А что Вы делали для меня?» «О, вот так!» Пару лет назад один близкий вдруг скончался. Семья была такая трагедия. Через некоторые месяца я посетил и дал слово. Объяснил поэтому человек. Когда человек, когда Бог может, когда Бог будет вызывать человека, мы не знаем. На земле мы должны иметь веру, а его семья говорила. «Нет, после такого я Бога не верю». Это неправильно. «Во время боли и страданий мы должны смириться перед Богом. И во время боли и страданий мы должны покаяться во своих веках». Это есть правильная позиция верующих. Человек творений. Человек не имеет права противиться Богу. Я молюсь, чтобы мы все во время боли и страданий все мы привлечены к Богу. И правильно мы слышали волю Богу. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрана, и тогда высохла в ней вода. Чтобы готов был плод царям от востока столичного. В реке вода высохла, и границы исчезли между странами». Река – это граница. Река высохла, и границы нет. И все царство стало одной командой. И в то же самое время Иоанн видит, выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст рожепророка, трех духов не чистит. Подобных жабам. Откуда они пришли? Вышли? Жабы. Не чистый труп, не чистый дух, подобные жабам. Вышли из уст дракона, и уст зверя, и уст рожепророка. Это бесовские духи. Бесовские духи, творящие знамения. И они выходят, выходят к царям земле всей вселенной. Чтобы собрать их, набран самый великий день Бога. Великий день Бога. То есть, три не чистые духи. Вышли из уст дракона, из уст зверя, и вошли во царей вселенной. Чтобы собрать их, набран великий день Бога. То есть, не чистый дух вышел из дракона, и вошел всем царям, каждому царю на землю. Это что-то страшное. Началась война между заями земелью и между зеркалями. То есть, все цари на земле одна команда. И церковь Бога одна команда. Нам надо понять эту войну, как духовную войну. Между лагерем сатаны и между сообществом зек. И сатана есть база, в лагере сатаны. Поэтому сейчас на самом деле со стороны лагеря сатаны сейчас начал атаковать церковь Бога. Жаба – символ грязи. На самом деле, она очень, очень, очень грязно. Тем более, нечистые духи, поклонные жабам, высшиваясь. Вышли. Откуда? Из уста дракона. Дракон, то есть, грязный. И грязный дух, жабы, вышли из дракона. Тогда мы можем представить себе, насколько они грязные. Грязный из грязи. Грязный – это их сила. Здесь мы видим, что мирские цари, которые противостоят Богу, находятся под контролем этих нечистых духов. Дух жабы управляет им. Сейчас в северской политике, на самом деле, ими управляет дух жабы. Жабы – это все забы. Они будут критиковать, и они будут гонять христианство, истинных верующих. И принимать все законы против Бога. Как? Закон однополный брак. Вот это против Бога. Но все католитики будут принять все законы против святого Бога. И они будут пропустить... Они будут радоваться все религия во имя свободы человека. Право человека и свободы религии. Это хорошее, хорошее, красивое, красивое имя, красивое название. И все религия будет вместе противостоять именно христианству. Все вместе они будут гонять христианство. И они будут притеснять всех верующих, соблюдающих заповеди Бога. Нет, просто фальшивые христиан, они пропускают, они все принимают. Свои. Но когда человек соблюдает заповеди Бога, живу по словам, их притесняет. Грязные духи, подобные жабы, будут атаковать верующих материализмом, сатанизмом и грязной культурой через интернет. И будут войны между расами, между государствами, между религиями, между классами и между полами. Все религиями, как одна команда, будут противостоять адресу и отрицать Святое Слово Божие. Без слова, чтобы собрать их и набрать в онный Великий День Бога в Содрежителе, показывая, что эта война будет в мировом масштабе. Тогда что верующие должны делать в этой войне? Тогда как верующие должны жить среди этой войны? Прочтем ст. 15. Еще раз пробовать. Начнем. Все еду, как так, блажение, бодрствующие и хранящие отечту свою, чтобы не ходить Ему на День, и чтобы не видели срамоты. А здесь мы вдруг слышим голос Иисуса. Это Иисус сказал. Это Иисус сказал. Иван сейчас, после которого общается с ангелами, А Иисус вдруг сказал. Вдруг. Иисус втрубается и ему дает это слово. Вор приходит. Когда вор приходит? Вначале. Когда? Да. А если? Мы не знаем, правильно? Ответ к этому мы не знаем. Если мы знаем Викторию. Он приходит ко с давника, что он не знает, не думает. Именно так Господь придет без предупреждений. Вот тут блажение, когда Господь придет. Еще раз прочтем стих 15. Вот подожди. И 15 стих. Давайте прочтем еще тогда. И наш Господь сказал. Никто не знал. Никто не думал об одежде. Поэтому это тайна. А Господь дал, рассказывал нам тайну, шепотом. Титя. И все это,ucht увидели. Начнем? Титя. Все это да. Вложили в облазку Р renderpark examination. Годы express notification. А если? Все это да. Да, блажен, бодростая мужчина, хранящая одежду свою. Осторожно, одежду пытаясь показать. При чем хранить одежду в Казанистане война? Это звучит странно. Какое имеет отношение к вторым предшествиям Иисуса и одежды нашей. Но это слово открывает нам характер войны. Наша война – война за дежды. Не война за нефть, война за деньги или за деньги, война за дежды. Аминь. То есть враги, враги крадут нашу одежду. Вот это суд. Вопрос. Вы видели такой враги, который ворует нашу одежду? А сколько, сколько одежды? Ну, здесь война такая. Когда я служил в армии, я служил в морской пехоте. После вести неделью, то есть два с половиной месяца. Кремлевкой, да? И граждан, ну, обычный человек становится военным. И еще второй срок предупреждает от военных в морской пехоте. После этого нас определяет каждое место. Где ты будешь служить, например. Ты будешь, что там остров, а ты здесь, там фронт. Кто в фронте служит, кто остров. Ну, что-то, что-то. Отправляй, да? Когда дает одежду. Парадную форму. Военную форму. Парадную форму. Рабочую. Парадную форму. Летнюю. Два. Дземнюю. Два. И рабочую форму. Чехею. И плюс. Как сапоги надо говорить, да? Два. Два. Два года хватит. И плюс. И плюс вот это билье. Там даже билье дали. Напечатанный знак. Морской пехот. АОКМШ. Это он такой страшноватый значок. Мы будем говорить про test и не внушит вина. Например. Потом устанавливаяuate авторerdикс. А потом устанавливаясь. Это обнаруживает церковь у Algun и не пробовала. Только череп. И вот здесь даже майк, турса, все значок, везде. Плюс две перчатки, носки тоже. И все-все дает. Когда встать получаешь, получаешь почти больно. По своему размеру получаешь, потом ехать. Аккуратно, значит, один большой руксач. И вот так, где молодой Александр. И ждет, куда его отправят. А в армии, когда во время тренировки, всегда воруют. Воруют одежду. Воруют военные формы. Вот это традиция. Такая традиция. А кто потеряли свою одежду, очень сильно получили от старших. Если ты потерял одежду. Ни один человек бьет. Все бьет. Все бьет. И ночью тоже он не бьет. Воруют. А он должен, и он должен, и воровать, и воровать, и воровать, и воровать. Воровать. Воровать и наполняет. Так это, о, ты молодец. И вот эта вещь крутится целиком. Воровать, 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 воровать. Обычно очень характерно, когда после стирика. Суши, да? Человек стоит, смотрит. Все равно ворует. А я тоже, от меня боролась сначала перчатки. Перчатки. До сих пор перчатки. Каждый день теряю. Мне не надо вот это. Дорогие не надо. И эти перчатки, как воруют. Меня не учили воровать еще. Но как не учили? Когда тебя бьют, и умеющий все делать. И ночью другой батальон. В другой батальон не приходите. И успели воровать. Поэтому, если человек потерял, до времени проверки, они должны идти в другой батальон и украсть ту частную военную форму. Пока тот не дополнит ее, он не мог спать. Таким образом, учили солдатам ватальности военной формы. Если потеря военной формы есть, старший, старший скажет, «Ты деньгами купишь что ли? Мы потом крови получим эту одежду. А ты деньгами, наверное, иди сюда». Так же в духовном мире одежда – это жизнь. Что такое одежда в Библии? Одежда – это означает одежду праведенности, которую получили мы верой. «Наша самоправеденность». Вот некоторые хвалят себя. Мне, вот Иисус не очень, не очень не знаю, потому что я очень праведный человек. Чуть-чуть нужно, где-то пару процентов. По натуре очень праведный человек. Вот это называется самоправеденность. Наша самоправеденность не может спасти нас. Наши дела, мысли, доброта и все наши знания не могут оправдать нас. Только крови Иисуса, только крови Агнца покрывает наш грех, наши стыд и одевает нас в одежду праведенности. Это и есть спасение. Только одетые в одежду веры могут войти в вечное царство Бога. Но есть тот, кто завидует им. Это Сатана. Дело Сатаны украсть эту одежду веры от верующих. Вот это их дело. Сатана искушает нас, чтобы мы оставили милость и спасение. В последние дни атака Сатаны будет все сильнее и сильнее. И многие идут на компромисы с миром и предадут веры в Иисуса. Поэтому, что бы ни случилось на этой земле, пока мы живем, мы должны хранить свою одежду. Аминь. И одежда в Библии означает «наше делаем новую жизнь в Иисусе». Это тоже наша надежда. Другими словами. Какие у нас новую жизнь? А что делают спасенные люди? Что они делают? Гуляют? Служить Богу. Да. Поэтому наше служение. Господь поделил нас в одежду неси. Одежда определяет человека. Военный ли он или гражданский, это одежда определяет. Если одежда такой одежды, его не считают военным. Если милиционер и гаишник тоже надо просто одежды останавливать, и что? До свидания. Только в форме. И военная форма, военная форма тоже разная. Форма сухофутного войска одна. И форма военно-морского флота одна. Другая. Военная форма морской пикоты и другая. По призыву Бога мы одеты в одежде пастыря. Бог одевает каждого по призыву. Аллилуйя. Аминь. Вы сейчас на самом деле одеты в одежду пастыря. Аминь. Видите или нет? Аминь. 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 Мы должны иметь идентичную одежду. Эту одежду тоже нельзя отдать. Аминь. Очень важно, поверить. А люди думают, что так короче, а вовремя. Ну я веду еще все. Нет. Бог конкретно дает нам еще одежду вместе. Почему мы должны иметь идентичную пастыря? И почему мы не должны потерять? Если мы потеряем идентичную пастыря, то мы потеряем направление в свою жизнь. И затем мы можем потерять даже первую миссию. Все потеряем на самом деле. Если человек потеряет миссию, то он потеряет все. Если человек потеряет миссию, то он все потеряет. Поэтому нам надо всегда хранить одежду пастыря. Кто одежду пастыря хранит так нелико. Потому что в случае Агнца нелико. Пастырская жизнь, да? Не просто как, но слава. Терпят грехи Агнца и их гречную природу. Очень, очень тяжело. Некоторые у них перри, 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 перри. У нас пастырь говорит, что падает из волоса. Сколько нервничает. Сколько нервничает. Ни один день не свободный от проблемы Агнца. И нервничает. Пастырь говорит, что падает из волоса. У меня растет, у нее падает. Молиться, молиться. Больше не падает. И у нас пастыри, которые знают. Пастыри, что мне делают? Она не так поступает. Она не так поступает. Она не так кривая. Она не так будет. Я очень много раз видел слезы пастыря. Иногда нам хочется оставить все и жить как другие люди. Но нельзя оставить миссию пастыря и заниматься другими делами. Агнцы приходят на конец покаяния только когда у него есть пастырь. Агнцы растут и меняются только тогда, когда пастырь терпит и служит. Поэтому оставить пастырскую одежду нельзя. Сатана всегда старается украсть нашу одежду, чтобы мы отчаялись в себе и оставили приз Бога. Иисус сказал, блаженны, хранящие свою одежду. Аминь. Блаженны, действительно, хранящие свою одежду, которую Бог дал. Знаете, в чем важность одежды? Одежда дает нам вечную жизнь и право войти в его вечное царство и участвовать во свадьбе. Свадьбе на империи Агнцы. Аминь. Аминь. Это конец. Нам надо ценить свою одежду пастыря. Аминь. 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 Потому что эту одежду дал нам Бог. Аминь. Если человек свою одежду теряет, то это всё. Второй нет. И другие не дают свою одежду. Люди теряют, всё, бросают свою одежду и смотрят другим. Дайте мне одежду, а если есть мужчины. Другие не дают. У них есть своя одежда. Это мне не подходит. Это для них. Мы должны всегда ценить свою одежду в пастыря, который Бог дал нам. И мы должны всегда представить себя перед людьми, как пастыря. Здравствуйте. Я пастыря Гена. Я пастыря Августия. Здравствуйте. Я пастыря Чинь. Понимаете? Я желаю, чтобы мы хранили одежду веры и одежду пастыря до конца своей жизни. С радостью встречали Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Еще осталась одна язва. Возгляните на стих 17-го от 21-го. «Седьмой ангел вылет чашу свою на Божьем, и из Храма Небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершенность». «Совершенность». Это значит, что Божье уткнило. Язва закончилась. Чем закончилась? Посмотрите. «И пройдя шли воли, громы и голоса, и делалось великое землетрясение. Какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! И великий Новый Лун, город идолопоклонства и блога, воспоминут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, радости и гнева». Он распался, и все города язвические, которые следовали за Римом, пали вместе. Когда в Гаити было землетрясение, около 200-200 тысяч людей погибли. И почти половина страны разрушилась. Но это было только семьи первого уровня. Но последняя язва не в том уровне. «И всякий остров убежал». То есть «остров убежал» – это значит «остров исчезли». «И гор не стало, даже гора». Все разрушилось. Все. 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 Вот так Бог. Все разрушил. Все разрушил. Это я нового творения. Ничего не остается на земле. Все, что построено от гордости человечества, обрушилось. Слава земных царствах, их памятники, их власти, их чести, их красоты – все исчезли. Полно насыщенные. И исчезли с ветра. И град величины, таланты. То есть 30-килограммовый град пал с неба на людей. Ни один человек не может быть целым. Люди потеряли свою голову, спину, ногу. Однако, как они отреагировали на это? «Хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжелая». Они до конца «Хулили Бога». «Хулили Бога с кредитом в своих зубах». «Хулили Бога». Здесь мы видим, как трудно людям покаяться. Гордым. Гордым горе. Слава Богу. Поэтому нам надо бояться гордости. Гордым людям покаяться труднее, чем умеем. Почему нам надо быть гордостью? Почему нам надо быть гордостью? Вот здесь мы видим, как трудно покаяться гордостью. Ещё здесь мы видим, какая великая блага то, что мы покаялись во своих грехах. Это на самом деле огромная блага. Это Бог дал нам милости. чтобы мы покаялись во своих грехах. То, что мы покаялись во своих грехах, это чисто от Бога подарок. Аминь. Аминь. Какая огромная милость и то, что мы в Иисусе. Аминь. 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 Мы должны знать, какое великое дело, если мы служим одной души и довести до покаяния. Какое это великое дело. В заключение мы узнали конец нашего мира. Мы узнали, что нет чего любить мир и всё, что мы умеем. Только один Бог и наш Господь Иисус достойный нашей любви. Наши дела в последние дни хранят свою надежду. Благодарим нашего Господа Иисуса за то, что дал нам одежду веры на кресте. И благодарим Бога за то, что Он призвал нас как пастырь для студентов всего мира. Мы живем в мире искущения. Мир искущения. И мир духовной войны. Я хочу, чтобы каждый из нас сохранил свою одежду и получил вечное царство, приготовленное для нас. И радостно встретили грязьего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господи, благодаря Богу. За то, что Ты дал нам одежду правильности и дал нам одежду миссии. Господи, сегодня нам нужно слушать, чтобы они до конца хранили свою одежду. Аминь. Господи, мир, все люди боятся суд Бога. Потому что это действительно так страшно. Ну, благодарим Тебя за то, что Ты из Ваги нас сюда страшно. От великого суда. И дал нам вечную жизнь. Но сатана, Господи, атакуй нас, чтобы украсть нашу одежду. Поэтому сейчас, еще раз сегодня, мы исправим свою одежду. И будем хранить до конца свою одежду. До прихода Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.